Добрый вечер, господа. Очень рада вас здесь видеть, людей, которые пришли посмотреть фильм, посвященный анализу одной сцены, 45-минутной, одного фильма, одного режиссера. И это еще раз доказывает то, что вы видите в Альфреде Хичкоке именно автора, а не коммерческого режиссера, как это многие десятилетия считалось, пока его не объявили автором представители французской новой волны, критики и режиссеры, то есть практики и теоретики киноискусства. Таким образом, он был принят вот в это замечательное братство. А между тем, он и сам сомневался, кто он, автор или действительно коммерческий режиссер. И кто бы на его месте не засомневался, если тебя пять раз представляют, номинируют на Оскар, и ни разу ты его не получаешь. Фильмы его Оскар получали, то есть удостаивались, но получали эти Оскары продюсеры, а не режиссер. А вот режиссерский Оскар, как мне кажется, мечта любого режиссера, он так и не получил. Фильм, который, фрагмент из которого будет сегодня так подробно проанализирован, сам по себе интересен не только как вершина визуального творчества Хичкока. Дело в том, что Хичкок вообще, кто-то из французов назвал его одним из трех, трех мировых режиссеров, которые умеют создавать содержание с помощью изображения. И первым был Сергей Эйденштейн, потом немецкий экспрессионист Фридрих Мурнау и третий Альфред Хичкок. Это, конечно, очень высокая оценка. Называют у него эмоциональный отклик благодаря тому, что за этими фильмами стоит сам автор со своим миром, со своими переживаниями, со своими снами, грезами, со своими комплексами и сомнениями. Как можно избавиться от собственных страхов только одним способом, говорил Хичкок, снять об этом кино. И об этом практически все его фильмы. Все его фильмы, можно сказать, о нем самом. И в «Психозе» или «Психо», как он называется, не знаю, переводчиком в этой документальной ленте, оба варианта у нас приняты, здесь содержится сгусток тех страхов и тех мечтаний, которыми отличался Альфред Хичкок. У него было много страхов, может быть, меньше, чем у Вуди Алина, и он не уличился у психоаналитика, но он хорошо знал психоанализ, хорошо себе представлял, что значит это учение, пользовался его наработками и вместе с тем сохранял по отношению к нему определенную дистанцию, и определенный скепсис, как каждый очень трезво мыслящий человек, потому что, конечно, дедушка Зига кое в чем палку перегибал, мы это знаем. Но дело в том, что он, я имею в виду Хичкока уже, знал не только психоанализ, но и аналитическую психологию Карла Густрова Юнга. И мне кажется, что Юнг был Хичкоку гораздо ближе. Может быть, не может быть, я надеюсь, что мы к этому вернемся еще, а пока я хочу все-таки сказать, откуда пошли страхи и фобии и комплексы Хичкока. Ну, как это бывает обычно с каждым человеком, они родились в детстве. Хичкок родился в Англии, вы знаете, в католической семье, и, как он сам говорил, это уже само по себе экзотика, потому что Англия – страна преимущественно англиканская. Но его родители были наполовину ирландцы оба, поэтому католичество было для них естественной религией. А католические семьи обладают своими особенностями и своими подходами к воспитанию детей. Но и в частности, в каждой католической семье, как правило, существует особое место занимает фигура матери. Вплоть до обожествления, вплоть до культа. И это традиция, которая идет от преклонения перед Мадонной, Богоматерью. Но если мать достаточно здравомыслящая, если она обладает мягким характером и терпением, то все очень хорошо. Но если мать жесткая, властная, не терпящая никаких возражений, инакомыслия, то дело, как правило, оборачивается довольно худо для детей, потому что их психика оказывается навсегда травмирована этим фактом или фактором. Не сохранилось никаких свидетельств о том, что мать Хичкока была очень жесткой или властной женщиной. Скорее, не столько уж властной и жесткой. Но у нее была, например, привычка наказывать его, ставя у изножья своей постели на несколько часов за провинность. Но вроде бы это не такое уж страшное наказание. Гораздо более страшным наказанием он подвергался в иезуитском колледже Святого Игнатия, где он провел три года уже подростком. У отцов иезуитов было введено в правило наказывать школьников каждую субботу. При этом неважно было, когда ребенок совершил свой проступок. В понедельник, в среду, в четверг надо было ждать до субботы. И что тебе грозит, во что выльется наказание, было неизвестно. Поэтому человек томился этим ожиданием на протяжении всего этого времени. Но наказания были довольно жесткие, в том числе физические, и поэтому ожидание превращалось в настоящую муку. И я думаю, что многие из вас узнали в этом переживании, которое пришлось переживать и самому Альфе Хичкоку, будущий метод, который стал его своеобразной визитной карточкой, метод саспенса. То есть длительного ожидания на протяжении подчас целого фильма чего-то неизвестного и, как правило, страшного, вплоть до убийства или смерти. Эти детские травмы, они обернулись для Хичкока как бы обретением своего творческого лица в большой степени. Но, как я говорила, ему ближе не психоанализ с его комплексами, например, комплексом, сексуальность, диповым комплексом сексуальности, связанной с материнством, который проявился в психозе. И здесь в гораздо большей степени свой опытный экран перенес исполнитель главной роли Нормана Бейтса Энтони Перкинс. Вот кто действительно жаловался на то, какое ужасное влияние оказала на него в детстве его мать. Он, по его собственным словам, она, по его собственным словам, контролировала буквально все. Не только его поведение в малейших деталях, там, садись за уроки, убери игрушки, пошел гулять, вернешься в вас только-то, дружи только с этим и так далее, но как будто бы контролировала его мысли и чувства. Это нанесло его психике очень тяжелый урон. И, может быть, его, да, кроме всего прочего, она еще часто ласкала его, так сказать, в промежутках между наказаниями или требованиями и трогала, что ему очень было неприятно. И, возможно, из-за этого в нем возникло отторжение женщин вообще, страх перед ними, ужас, и его гомосексуальность, вероятно, тоже родилась в результате этого. Так что в молодости он прошел курс психоанализа, вернее, психоаналитического лечения, и, к счастью, восстановился в большой степени. Так что потом даже женился и имел детей. Тем не менее, именно вот роль Нормана Бейтса в фильме «Психоз», где главное место занимает именно эта фигура диспатичной матери, стала для него самой важной, самой главной и самой любимой. При этом, как он говорил, нельзя воспринимать Нормана Бейтса как абсолютного монстра, при том, что он совершает уже на экране два убийства, и, вероятно, были еще убийства в каком-то закадровом пространстве до того, как начался фильм. Он скорее жертва, а не преступник. Он не монстр, он несчастный человек. И вообще он гамлет от хоррора. Что это означает? Что к этой роли можно возвращаться потом бесконечно, каждый раз, находя в ней новые глубины, новые оттенки смысла. В зависимости, в частности, от той исторической ситуации, которая в это время на дворе. И он, Энтони Перкинс, еще дважды сыграл эту роль в фильмах «Психоз 2» и «Психоз 3». Последний он поставил еще и как режиссер. Что еще повлияло на психологию Хичкока? Так это, безусловно, его внешний облик, его комплекция. Он с детства был таким толстеньким, неуклюжим. И, конечно, ему трудно было играть вместе с другими детьми. Этого он никогда практически не делал. Как вспоминает его однокашник, ставший впоследствии католическим священником, во время перемен Хичкок всегда стоял на площадке и наблюдал за тем, что происходит с высокомерным презрением. Ну, оставим высокомерное презрение на аберрацию памяти. Я думаю, что не всегда оно сопутствовало этому подростку. А вот то, что он был наблюдателем с детства, это да. И об этом же говорят другие люди, которые знали не только самого Альфреда Хичкока, но и его семью. Семья была довольно компанейская. У них часто бывали гости с застольями, с разговорами. Но Альфи никогда в них не участвовал. Он всегда сидел молча, за всеми наблюдал и молчал. То есть он с детства был наблюдателем. Или, если переводить это слово на научный язык, «Вуайером». Для него кино и было актом вуайеризма. То есть наблюдением за чем-то на экране, который можно представить себе как своего рода замочную скважину, в которую зритель смотрит за чем-то интимным, возможно, запретным. Ну, например, если мы особенно наблюдаем, скажем, сексуальный, эросический акт или убийство, потому что что может быть более интимным, чем секс и смерть. Так что зритель всегда вуайер, а видит он то, что происходит на экране, исполненным актерами, которыми, в свою очередь, манипулирует режиссер. И он главный в этой ситуации, в этой ситуации вуайеризма. Возвращаясь все-таки к теме матери, надо сказать, что она не всегда воплощалась в образе действительно материнской фигуры. Это в целом ряде фильмов действительно проходит как либо упоминание, либо как сюжет некий. Но иногда роль этой деспотичной фигуры выполняет ее заместительница, как, например, в фильме «Ребекка», первом американском голливудском фильме Хичкока по роману «Дафны Дюмарье», где несчастную Ребекку, вышедшую замуж за человека, у которого погибла жена, третирует экономка, которая считает себя хранительницей очага и уверена, что вновь новая жена разрушит этот замечательный дом, этот замечательный быт. Эта женщина с ее прямой, негнущейся фигурой и всегда строгим, не улыбающимся лицом, она напоминает уже не ту католическую мамашу, которая в своем даже деспотизме как-то очень естественно, тепла и вообще человечна, она больше напоминает фигуру викторианской Англии, которая еще, так сказать, пришла из XIX века, а в Америке эквивалентом ее были так называемые дочери американской революции, тоже такие довольно, как говорилось в старорусском языке, жестковыйные дамы. Поэтому это вот поклонение матери, это деспотичная мать, и отношения с матерью, особенно детей-подростков, очень сложные, обличенные целым рядом каких-то условностей, и отсутствием реальной человеческой близости, оно было даже отформулировано таким термином «момизм». Этот термин возник уже в начале 40-х годов прошлого века в Америке, а относился он по большей части вот к началу века, к первой его половине, во всяком случае, а во второй половине уже этот термин дал трещину. Вообще, то есть само понятие, это сама эта ситуация. Вообще 40-е годы стали переломными в общественном сознании американцев, несмотря на то, что еще свирепствовал во всю кодекс Хейса, который, как вы знаете, регламентировал абсолютно все стадии, все нюансы кинопроизводства. И именно в 45-м году появился первый фильм, который не только содержал в себе мотивы психоанализа Фрейдиского, но и даже подробно о нем вообще рассказывал. И об этом зритель извещался даже начальным титром, более того, там присутствовала фигура такого доктора-теоретика, авторитетного Алекса Брюлова, которого играл Михаил Чехов. И этот доктор подробно описывал сеансы психоаналитического лечения, которые он применял главному герою, выдававшему себя тоже за психиатра, а на самом деле оказавшимся совершенно другим человеком, страдавшим шизофренией. Вот в этом образе, который создал на экране Грегори Пек, как раз, мне кажется, отразились представления о психологии, который исповедовал Хичкок, близкий не столько психоанализу, который как бы номинально присутствовал на экране, а вот скорее юнгианство. Потому что и здесь, так же, как в психозе, где в одном человеке существовало как бы два, две личности, вы знаете, значит, Норман Бейтс, который как бы превращался в свою мать и от ее имени совершал эти убийства. То есть здесь тоже в одном человеке существовало как бы две личности, два человека, о существовании которых каждый из них не подозревает. Это то, что Юнг называл, с одной стороны, персоной, то есть та часть личности, которая обращена вовне, то наше состояние, в котором мы хотим, чтобы нас знали и принимали, а с другой стороны тень, то есть та сторона, которая составляет нашу темную сущность. Не случайно, кстати, одна из самых знаменитых книг, посвященных личности Хичкока, написанной Доналдом Спотта, называется «Темная сторона гения». То есть у Хичкока тоже, конечно, была эта темная сторона, о существовании которой он тоже сам прекрасно знал. И вот именно об этой стороне, темной стороне личности Хичкока рассказывала эта книга. Возвращаясь к завороженному, должна сказать, что вот здесь Хичкок, так же, как и в случае с Норманом Бейтсом, встает на сторону этого несчастного шизофреника, который вот в состоянии умопомрачения говорит о том, что именно он убил того человека, за которого себя выдает, доктора Эдвардса. А на самом деле кто он, он не знает. Хотел бы узнать, кто он такой. И вот, говорит он, я смотрю на себя в зеркало и знаю, что там должно быть отражение, но отражение не вижу, отражение нет. Когда же Норман Бейтс надевает платье своей матери, надевает пари, которые он купил уже после того, как мать его давно умерла, он совершает символический акт проникновения в нее, он совершает некий инцестуальный акт, как я понимаю, и совершает таким образом еще один грех по отношению к матери. И его греховность постоянно увеличивается. Началось все с того, что когда он был ребенком, они с матерью жили, что называется, душа в душу, очень мирно, так, как говорят их соседи, как будто никакого внешнего мира вокруг не существовало. И вот в один прекрасный день его мама привела в дом мужчину, в которого она влюбилась. И сын, не помню, сколько ему было лет, но он воспринял это как предательство, как разрушение их мира. И он убил обоих, и мать, и ее возлюбленного. И сразу же наступило раскаяние. И он всю свою последующую жизнь несет на себе тяжесть этого греха и чувство вины. Вины, которая является одним из стержневых понятий для каждого верующего католика, который испытывал, который чувствовал в себе, конечно, и Хичкок. Когда он превращается в мать, здесь вот действительно очень четко прослеживается фридийский мотив, потому что материнство тесно связано с сексуальностью. И как только на горизонте появляется женщина, которой Норман Бейтс начинает испытывать влечение, в нем просыпается, оживает его мать, заставляющая его отказаться от связи с этой женщиной и убивающая эту женщину. Это та самая темная сторона его личности, которая совершает это зло. А потом наступает минута просветления, и он пытается убрать все следы преступления не только для того, чтобы, ну, как любой, там, скажем, бы, здравомыслящий человек поступил на его месте, чтобы не попасть в руки полиции, а чтобы обелить свою мать, чтобы заглазить ее вину и таким образом снять грех с себя самого. Эта такая сложная конструкция на самом деле отражает сложное состояние ума самого Хичкока. Он говорил не раз, что он очень любит порядок, что вот его страхи – это прежде всего страх перед опасностью и страх одиночества. И эти страхи он лечит только тем, что старается привести в порядок все, что его окружает. Вид письменного стола, на котором все аккуратно разложено, заставляет его примириться с действительностью и успокоиться. Поэтому так тщательно он всегда подходил и к созданию фильмов. Надо сказать, что это тоже заслуга. Если прежние заслуги мы брали, может быть, в кавычках, отцов и иезуитов, то это уже, безусловно, очень хорошая привычка, которую он приобрел в колледже. Привычка, которую вселили в него «Отцы и иезуиты», к порядку, контролю и дисциплине. Это его сильная сторона. Он всегда так досконально подходил к подготовке фильма, что ему уже не хотелось снимать кино. Оно уже совсем было готово у него в голове. Как вот Рене Клер говорил, мой фильм готов, осталось только его снять. У Хичкока было то же самое. Его раскадровки идеальны. Но при этом он снимал сцены за сценой таким образом, что никто другой не мог бы их смонтировать, кроме него. И надо сказать, что Дэвид Селзник, продюсер, с которым Хичкок работал очень долго, сам любил сесть за монтажный стол. Но вот с Хичкоком у него ничего не получалось. Поэтому Хичкок всегда сам контролировал весь процесс производства. И в этом смысле тоже может быть назван автором. В том смысле, в каком его понимали французские представители новой волны. Это одиночество, вторая вещь, которую он боялся, заставляло его, конечно, жить большей частью в его собственном внутреннем воображаемом мире. Этот воображаемый мир он тоже конструировал по собственным законам, по собственным представлениям. И в этом мире жили прекрасные женщины, так называемые хичкоковские блондинки, которых на экране воплощали Джанет Ли, как в психозе, Ева Мэрисент, Ингрид Бергман, конечно, Грейс Келли. Но в жизни он, конечно, не смел к ним и приблизиться. Хотя, например, уже через несколько лет после смерти Хичкока одна из них, Типи Хедрон, которая снималась в фильмах «Марни и птицы», утверждала, что дело дошло даже до харассмента. И она вынуждена была обратиться к жене Хичкока, Альме Ревиль, чтобы она вразумила мужа. Но Альма была женщина мудрая и ни в какие интимные дела мужа не вмешивалась. При том, что после рождения их единственной дочери никакой сексуальной жизни между супругами не было. Я бы сказала, что, выбрав в жены Альму Ревиль, Хичкок, что называется, срубил дерево по себе. Он, имея такие возвышенные представления о красоте, все-таки женился на женщине довольно невзрачной, маленького роста, правда, очень энергичной, но такой, знаете, похожей, типа девушки с соседней улицы. Это было, когда ему исполнилось 26 лет, и до этого у него не было никаких подружек. Он был девственником и до 23 лет вообще не пил вина, не пробовал. Так что вот уже по этим косвенным признакам можно догадаться о том, каким было воспитание его в семье. Альма такая вот простенькая на вид дамочка стала играть в его жизни роль властной и доминирующей матери, конечно же. Как он сам говорил, «Без нее я бы пропал». Он отыгрывался на тех прекрасных и недосягаемых женщинах в своих фильмах. Женщина у него всегда либо воровка, либо обманщица, изменщица и так далее, и так далее. Но каждый раз, каждая из них за свой грех должна расплачиваться. Не всегда смертью, не всегда убийством, но тем не менее должна. Так что свой порядок в мире, в этом воображаемом мире, Хичкок всегда наводил. И вообще же, что касается католичества, ну или можно сказать христианства, но в данном случае все-таки точнее католичества, надо сказать, что для него это учение и его догматы были не пустым словом. Не случайно в фильме «Я исповедуюсь» вся интрига закручивается вокруг того, что главный герой, священник, выслушивает на исповеди признание убийцы в совершенном им деянии. Но подозрение в убийстве падает на него самого, на этого священника. И он под страхом виселицы не называет имени истинного убийцы, потому что не может нарушить тайну исповеди. Так что Хичкок, при том, что жил в своем воображаемом мире, при том, что был очень необщителен и как будто отстранен от сиюминутности, его никогда не интересовала политика, он никогда не занимался никакими социальными проблемами, тем не менее выстроил свой мир. А построить свой искусственный мир это самое важное и самое интересное, что может сделать художник.